Вести Ульяновск на телеканале Россия. Здравствуйте. В Ульяновской области выполнили больше половины запланированного объема работ по обновлению региональных трасс. На это предусмотрено больше 7,5 миллиардов рублей, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ресайкл в крошку измельчает изношенную дорожную одежду. Она станет основой нового асфальтобетонного покрытия. Все компоненты прочно скрепляют цементом. Так рабочие обновляют 2 километра автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск. На данном этапе работ занимаемся восстановлением основания методом холодной регенерации. В качестве вяжущей используется цемент. В дальнейшем будет укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся согласно календарному графику. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» остается для региона одним из приоритетных. Более 30 объектов регионального значения и 10 участков в Ульяновске. В ремонт вложат более 7,5 миллиардов рублей. Общий процент выполнения национального проекта на территории нашего региона составляет уже более 50%. Все работы у нас проходят в графике. Подрядная организация постоянно на контроле. Полтора миллиарда федеральных средств привлекли дополнительно. Часть денег направят на поддержку двух капиталоемких проектов в Ульяновске. Прежде всего, это строительство мостов в створе улиц Шевченко-Смычки и на улице Минаева. Объемы ремонтных работ на переправах растут и в области почти 60 километров от Ульяновска. Небольшое село на реке Красное, но работы здесь развернулись масштабные. Мост уже подготовили к укладке литого асфальта. Параллельно на дорогах обновляют освещение, разметку, ограждение. Все, чтобы они стали безопасными для каждого участника движения. У нас идет каждый год снижение по местам концентрации ДТП. В этом году мы будем выполнять тоже мероприятия на тех участках, которые были аварийными. Устройства светофорных объектов. Это такие, как Рябиково-Шигаево. Также будем выполнять нанесение дорожной, бринотальной разметки. Будем выполнять дополнительное освещение, освещение в школу. Всего отремонтируют 115 километров автомобильных дорог. Подрядчики обещают завершить все работы до сентября. Кристина Гафонова, Элла Шахова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Круглую дату отмечает завод «Искра». 15 лет назад предприятие получило новый импульс, освоив новые технологии, расширив номенклатуру продукции. Сегодня получает новые госзаказы, увеличивая объемы производства. Этот участок диффузионной сварки за пять лет не уступил ни одному предприятию. Своей уникальности установлены здесь печи единственные в России. Их создали специально для завода «Искра». В них помещаются до пяти алюминиевых заготовок. За сутки при высокой температуре и давлении они подвергаются диффузионной сварке. На выходе надежные корпуса. Получается вот такой вот монолит. С учетом контрольных образцов, мы все проверяем 15 атмосфер воздуха, герметичность данного корпуса. Следом механическая обработка. На новой гальванической линии корпус обезжиривают. Проходит травление в щелочи и осветление азотной кислотой. А уже здесь будущая деталь получает трехслойное покрытие – никель, медь и олова. На каждом этапе в этой цепочке автоматизированное производство. Мы работаем строго по таймеру. Таймер загорается, сталь достаем. Алексей Коклеев, как и 80% его коллег – молодой специалист завода. Из-за большого объема госзаказа работают в три смены. Видят здесь и свои перспективы, и перспективы завода. Мы создали массу других производств, которых не было до этого. Мы освоили технологии, которых тоже у нас не было. За самое главное, за это время мы расширили гамму выпускаемой продукции. Сегодня предприятие совершенно другое. Оно помолодело сильно. Оно оздоровилось полной силы. И надеемся, что еще много сделает на благо нашей России. За любым производством стоят люди. Сегодня всех, кто вносит в предприятие большой вклад в канун круглой даты. Наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия. Губернатор отметил завод «Искра» – один из тех, кто включился в программу по увеличению заработных плат сотрудникам. Если взять период январь-июнь 2023 года, то по сомнению с аналогичным периодом 2023 года заработная плата поднялась на 17%. Сейчас завод только набирает свои обороты. Его ждет расширение, новые производственные цеха, новые кадры и новые заказы. Марина Тимофеева и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Работа России – время возможностей. Ульяновская область присоединилась к всероссийской ярмарке трудоустройства. Ее площадки развернулись во всех муниципалитетах. Соискатели смогли изучить порядка 6 тысяч вакансий, а еще пройти переобучение по востребованным профессиям. На свежем воздухе и под бодрую музыку. Поиск работы мечты начали не с просмотра вакансий, а с разминки – офисной. Она энергией зарядит и поможет соискателям понять – современный работодатель готов дать сотруднику больше, чем достойную оплату труда. Есть попытка связать все площадки нашей большой и огромной страны в одно единое предложение. Для молодежи, которая должна быть мобильной, должна быть креативной, должна видеть все эти процессы не только внутри своего населенного пункта. Основной акцент именно на тех, кто получил свой первый диплом этим летом. Предложение с учетом основных приоритетов молодежи. Достойная зарплата и возможность обучаться с первых дней трудоустройства. Если мы берем уже инженерные специальности, то ребята уже либо во время окончания последнего курса, либо уже после окончания могут к нам трудоустроиться и получать зарплату в размере от 40 тысяч рублей. Только авиагигант предлагает более 50 открытых вакансий. В общей же сложности семь десятков работодателей презентовали посетителям 6 тысяч рабочих мест. Я пришла, посмотрела сначала по районам, то, что ближе к дому, какие есть варианты. А затем просто прошлась, посмотрела вообще, что у нас на рынке труда происходит, какие вакансии, какие зарплаты, какие работодатели. Мне это тоже интересно. Сегодня уже у нас больше 600 людей, которые выбрали свои новые направления профессионального развития и успешно проходят обучение. А если у человека есть какие-то проблемы или сложности, например, нужно обновить свои профессиональные навыки, либо свои профессиональные умения, для этого как раз-таки сегодня в рамках Всероссийской армойки трудоустройства работают карьерные консультанты. Сегодня уже у нас больше 600 людей, которые выбрали свои новые направления профессионального развития и успешно проходят обучение. Итоги работы Всероссийской ярмарки трудоустройства подведут через пару месяцев. Они дополнят статистику регионального этапа. Из 4 тысяч его участников работу нашли более 1200 человек. Кунара Шарипова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Осмотр врача, консультации узких специалистов и лабораторные обследования – это лишь малая часть комплексной реабилитации, которая теперь стала доступнее. В Первоцвете, благодаря федеральной программе, появилось современное оборудование. Расширен список пациентов, которым готовы оказать помощь. Здесь у нас находятся два поста. Это дневной стационар на 30 коек и амбулаторное отделение медицинской реабилитации. Обновленные отделения Первоцвета уже принимают пациентов. Также в этом году в реабилитационном центре завершен ремонт бассейна и кровли. А благодаря федеральной программе в учреждения закуплено больше сотни единиц медицинского оборудования на общую сумму в 70 миллионов рублей. С прошлого года мы запустили федеральную программу, направленную на модернизацию реабилитационной службы, в состав которой входит в прежде всего приобретение медицинского оборудования, то есть оснащение специализированных высокопрофессиональным медицинским оборудованием. Входят в программу и повышение квалификации врачей-реабилитологов. Именно они помогают пациентам восстанавливаться. При этом теперь есть возможность лечить людей при помощи современных технических средств. Виброплатформа работает по принципу расслабления мышц. Там происходит вибрация, небольшой массаж, подогрев в устье спины и мягкое вытяжение позвоночника сухой. С 2012 года здесь оказывалась реабилитационная помощь детям с различными заболеваниями. А во время пандемии помогать стали еще и пациентам старше 18 лет, которые и перенесли коронавирус. С этого года медицинская реабилитация стала доступна для взрослых с различными патологиями. Это пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенесшие переломы, эндопротезирование суставов, заболевания центральной нервной системы, это последствия шемических, геморрагических инсультов, травмы головного мозга, конечно, кардиореабилитация и другие соматические заболевания. За первые пять месяцев этого года в центре было пролечено больше 500 пациентов. Ну, как вам здесь, да? Не первый раз? Первый раз пришла. Первый раз пришли? Да, первый раз. Так, ну и как вам отношения? Подруга мне посоветовала. Здесь хорошо встретили, там с врачом сидела, все у меня. Обследование. Оказание медицинской реабилитации взрослым проводится в амбулаторном отделении и в дневном стационаре, мощность которого составляет 30 коек. В течение года только здесь готовы принять больше двух тысяч человек. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В преддверии 25-летия Ульяновской счетной палаты в областном ЗАГС-собрании прошел межрегиональный круглый стол. Его участниками стали руководители и представители контрольно-счетных органов из 19 субъектов России, а также руководители 23 контрольно-счетных муниципальных органов нашей области. Они обсудили опыт работы контрольно-счетных органов регионов. Кроме того, главной темой на повестке стали проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок. Эта тема, в общем-то, давняя. Она сохраняет свою актуальность, потому что объем закупок по разному уровню бюджета составляет более 11 триллионов рублей. И мы знаем, какое количество нарушений. Оно, в общем-то, не уменьшается из года в год. Контрольно-счетные органы выявляют эти нарушения ежегодно, но задача у нас у всех не бить по хвостам, что называется, фиксировать эти нарушения, а через выявление, систематизировать и давать предложения по изменению законодательства, практики о применении. Подавляющее большинство регионов России сталкиваются с одними и теми же проблемами. Но каждая из счетных палат находит свои пути, свои методики для проведения аудита закупок. В честь юбилейной даты сотрудников региональной счетной палаты наградили региональными и федеральными наградами. Юные художники и их преподаватели из Донбасса, Казахстана и различных регионов России собрались на Корсунской земле. Там неделю будет проходить юбилейный 20-й по счету Всероссийский пленэр «Земля Аркадия Пластова». Донецк, Горловка, Киров, Красноярск, Сочи, Боровое. Ребята из этих городов рассыпались по склону поместья Языковых. Поэт Николай Языков был другом Пушкина. Здесь традиционно рисуем пушкинскую ель, которую посадил Александр Сергеевич, будучи в гостях у Николая Михайловича. Она очень для художников интересна в том плане, что она на верхушке раздвоена. Это символ того, что дружба Александра Сергеевича и Николая Михайловича Языкова. Ребята нарабатывают мастерство, окунаясь в русскую культуру, узнавая при этом ее ярких представителей с нашей ульяновской земли. Важности такого подхода к творчеству детей обсуждают на мастер-классе, который здесь же дает Виктор Шилов, художник с мировым именем. Надо еще ставить душу у художников, чтобы они вспоминали как минимум всю классическую литературу. Пушкина, Тургенев, Чехов, Лесков. И когда у ребенка в душе будет поэзия, он будет знать стихи, музыку, это все будет выражаться в красках. Полина приехала из Донбасса и, пожалуй, впервые за долгое время пытается запечатлеть все краски мирной жизни. Это ее первый пленэр. В рисовании в природе есть особенности движения ветра, движения воды. Ты видишь, как колыхается каждый лист. Это очень интересно, как движутся облака. Ты это все видишь вживую, а не со статичной картинки. Это действительно помогает лучше понять природу. Полину впечатляют и здешние пейзажи. Вспоминает, родную горловку окружали лишь степи. А вот художница из Казахстана зеленью не удивить. Мы просто из курортной зоны, там почти все точно так же. Да, в курортной зоне, может быть, знаете, у нас очень похоже. Цвета сложно подбирать. И здесь очень много зелени, нужно по тонам очень долго разбивать. Просто надо работать, потому что на улице времени немного у нас. У нас максимум часа три, и надо уже все заканчивать. Да, масло обычно рисуется больше недели. Итогом пленера станет традиционная экспозиция работ участников в Москве. Организаторы планируют сделать еще и передвижную выставку для бойцов спецоперации. Илла Шахова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Уже завтра на нашем канале не пропустите прямой эфир с губернатором Алексеем Русских. Традиционно у зрителей будет возможность задать свой вопрос главе региона. Будет работать и вторая студия с членами правительства области. Прямой эфир с Алексеем Русских начнется завтра в 8 часов. Ну а сейчас прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Хороших вам выходных. В лесах по востоку области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.